Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. А в нашей студии заместитель министра здравоохранения Рязанской области Олег Васильевич Митин. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители. Давайте мы начнем с общей демографической ситуации. Сейчас этот вопрос актуальный достаточно. Надо сказать, что этому вопросу уделяется большое внимание. Мы четко отслеживаем и мониторим ситуацию. За последнее время у нас есть ряд и позитивных сдвигов, но есть вопросы, на которых стоит остановиться более внимательно. В рамках этого хочется сказать, что демографическая ситуация в Рязанской области в целом соответствует статистике по Российской Федерации, по близлежащим территориям. У нас также, как и везде, собственно говоря, на первое место выходит заболевание сердечно-сосудистой системы, на втором месте заболевание дыхательной системы. Большое внимание мы уделяем заболеваниям эндокринной системы, кожной и подкожной клетчатки, ну и обменные заболевания, а также эндокринологические заболевания. Как мы понимаем, что основная заболеваемость, в том числе являющаяся причиной смертности, это заболевания неинфекционного характера. В 2013 году в Рязанской области в одной из первых в Российской Федерации была принята программа по предотвращению неинфекционных заболеваний, направленная на профилактику соответствующих заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. В этом контексте хочется обратить особое внимание, коль у меня есть такая возможность наших жителей, что не только медицинские работники несут ответственность за здоровье наших жителей. Если учитывать характеристики здоровья, которые дает нам Всемирная организация здравоохранения, то только 20% относятся именно к компетенции здравоохранения. Другие части, которые влияют на здоровье населения, это и социально-экономическое благополучие, и экология, и условия работы, и все такое прочее. Поэтому в рамках данной программы, которая носит межведомственный характер, в данную работу включены Министерство социальной защиты, Министерство молодежной политики, Министерство образования, другие, скажем так, наши ведомства. Поэтому мы принимаем участие в данной работе по пропаганде здорового образа жизни, по внимательному отношению нашего населения, собственно говоря, к своему здоровью. Один из любопытных проектов – это автопоезд, разумеется, забота о здоровье. Будет ли программа продолжена в этом году, и какое количество людей, в принципе, воспользовались ей? Ну, надо сказать, что поезд «Забота и здоровье», который был организован по инициативе губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева, принял масштабы уже, наверное, все-таки какой-то железнодорожной станции. Первый раз у нас проект был достаточно успешен в 2012 году. В 2013 году он получил свое развитие. В 2014 году мы уже, скажем так, имели достаточно хороший опыт, у нас были неплохие результаты, сейчас я их приведу. Вот. И в нем участвовали такие как бы ведомства, кроме здравоохранения, это Министерство социальной защиты, фонд, пенсионный фонд, которые как бы с нами помогали тоже вот при обращении с жителями отдаленных участков, отдаленных районов нашей области. Так вот, в 2014 году, говоря вот о медицинской компоненте этого поезда, было осмотрено почти 9 тысяч человек, которые проживают в отдаленных районах или которые являются маломобильными, не могут далеко отъезжать от своих населенных пунктов. Причем этим пациентам было проведено более 20 тысяч консультаций. То есть одному пациенту, мы понимаем, проводилось там несколько исследований, несколько консультаций. Также в рамках работы поезда было проведено почти 4 тысячи консультаций детям. По результатам обследования, то есть вот работы поезда здоровья, 174 человека были госпитализированы для лечения в стационары. Также после поезда здоровья для углубленной консультации, углубленного обследования, более 1800 пациентов были направлены на консультации в головные учреждения города Рязани. По результатам работы автопоезда, вновь выявленных было 77 человек сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 6 человек мы нашли новообразование. 139 человек было впервые выявлено сахарный диабет. То есть это достаточно серьезные показатели в работе, но уже, скажем так, диспансерной группы населения, которые были у нас по результатам работы поезда. В этом году мы решили, ну вот в рамках пропаганды здорового образа жизни, в рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расширить этот проект. И, собственно говоря, он уже стал не социальным поездом, а социальным проектом «Забота и здоровье», который начал работать с конца февраля. В марте он уже полноценно работает, этот проект, которым мы пытаемся призывать наших жителей к более внимательному, более бережному отношению к своему здоровью. Три фактора всего существует, на которые стоит обратить внимание. Это артериальное давление, это состояние анализов на холестерин и, соответственно, глюкозу крови. Если только обращать на эти показатели внимание и держать их в норме, то, по данным статистических наблюдений, можно улучшить, ну то есть добиться положительных результатов по снижению смертности на 40% в трудоспособном возрасте. То есть это большой показатель, и мы более пристально обращаем на это внимание. Надо сказать, что в рамках проекта поезд действительно также будет работать. В районных областях, то есть мы намечаем проехать все районы Рязанской области, поезд начнет выезжать с 3 июня и закончит курсировать по районам области 18 августа. С 19 августа по 10 сентября, скажем так, был предложен вариант нашими жителями, поезд будет курсировать по микрорайонам Рязанской области, по городу Рязани. Это, соответственно, недостойно, дошки, песочник, дошки, то есть в соответствии с теми местами, где мы можем остановиться и максимально организовать конституционную помощь нашему населению, поезд также будет курсировать в городе Рязани. Ну вот с февраля месяца наши, скажем так, сотрудники уже работают по пропаганде здорового образа жизни, по выявлению заболеваний, по привлечению внимания наших жителей. Ну, например, в составе акций есть такие направления, как «Цени свою жизнь», это молодежная акция, всем известная, «Здоровье семьи, здоровье нации», «Маршрут здоровья», «Школа здоровья на страже здоровья», «Лето без табачного дыма», «Трезвость сильных», «Протяни руку здоровью», «Молодые молодым», «Улыбка, вежливость и профессионализм». Надо сказать, вот сегодня еще хочу особо остановиться на этом вопросе, что с 1 марта по 31 мая в поликлиниках города Рязани и области всего задействовано практически 50 медицинских организаций, проходят акции, поликлиника начинается с регистратуры. Данная акция призвана, ну, скажем так, дисциплинировать наших медицинских работников по вежливому, этичному отношению к нашим пациентам. Мы призываем наших жителей, ну, как бы тоже принять участие в этой акции. Можно взять анкету в регистратуре, опустить в специальный опломбированный ящик, где показать результаты, как вас встретили, какие пожелания в работе регистратуры вы видите, чтобы мы также могли понять, какие изменения в работе в наших медицинских организациях именно по вежливому, этичному отношению к нашим пациентам нам даже надо предпринять. Поэтому я всех призываю принять участие в этой акции, прийти в поликлинику, взять анкету и, соответственно, ответить на эти вопросы. Анкеты, собственно говоря, они безличные, никто не сможет никаких дискриминационных мер предпринять ваш адрес. Поэтому, пожалуйста, приходите, мы будем рады знать ваше мнение. Мы с вами встретились в канун праздника Всемирного дня здоровья. Что бы вы сказали медикам и их пациентам? Всемирный день здоровья, который празднуется у нас 7 апреля, и к этому празднику приурочена как раз вот тема борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот день у нас организуется большое количество просветительных акций, профилактических мероприятий. Например, в городе Рязани эти акции проходят в 7 школе, в Манеже юность. Рязанский государственный медицинский университет активно принимает участие. Но еще раз я как бы прошу и наших медицинских работников и призываю наших жителей более внимательно относиться друг к другу пациентов, чтобы они слышали медицинского работника. Ну а медицинским работникам хочу пожелать то, что мы сами хотим видеть от тех, кто обслуживает нас. Доброты, порядочности, вежливости, честности, профессионализма. Спасибо за эту встречу. Это была программа подробностей. Будьте здоровы и до новой встречи в эфире.